Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня у нас голень, боль и онемение. Здесь много ума не надо. Достаточно посмотреть, как простирается данный меридиан желчного пузыря и, пожалуйста, делайте выводы. Но западная медицина и многие травматологи нам говорят, что голень, болит ли, проявляется онемение, покалывание такое, пробегают мурашки. Это состояние седалищного нерва, нужно обратить на него внимание. А также это может быть межпозвоночная грыжа. Конечно же, нужно привести позвоночный столб свой в норму и тазобедренный сустав, так как данный меридиан контролирует тазобедренный сустав. Также контролирует данный меридиан, прошу заметить, и седалищный нерв, о котором мы сказали. И имеет связь вот в этой точке с почками и вторичная связь имеется уже, то есть имеет связь с мочевым пузырем, я извиняюсь, меридианом. Вот вам, пожалуйста. В каком состоянии данный меридиан, который это все контролирует? Многие не знают. Поэтому приведите, прежде всего, данный меридиан в норму и всеразличные боли, онемения в области голени оставят вас в покое. Но не забывайте, пожалуйста, что мы говорим сегодня только об этом меридиане, желчного пузыря. Также здесь постирается еще, нужно знать, в каком состоянии, и меридиан мочевого пузыря, и меридиан почек, печени, поджелудочных желудков. Вот в каком состоянии данные меридианы, которые контролируют наши с вами нижние конечности. А также следует помнить, что восточная медицина не лечит нижние конечности, восстанавливает меридианы в норму. И помните, если болит внизу, лечи вверх. Самый важный меридиан, два основных важных меридиана, которые вы должны учитывать при любых болях, онемениях, как верхних конечностей, так и нижних, это меридиан перикарда и тройного обогревателя. Помните, при всеразличных болях и онемениях данная точка ВВ-37 расслабляется. Но вы не должны злоупотреблять ее, постоянно расслаблять, расслаблять, расслаблять. Вы должны продиагностировать себя, в каком состоянии ваши меридианы и стремиться, чтобы привести их в норму. Те, кто не знает, как работать с данными точками, правая точка ВВ-37, главный интонизируется массажными движениями, левая седатируется. На следующий день сделайте все наоборот. И так вы не навредите своему организму. Спасибо за внимание.